Девушки отдыхают Как жила русская деревня в 20-е годы прошлого века при Непе? Об этом можно говорить много и долго. Но для начала достаточно вспомнить один реальный случай. Я полагаю, что это типичный случай. И совершенно не важно, в какой деревне он произошел. Итак, однажды крестьяне собираются на сельский сход и начинают решать, что делать с живущими в деревне двумя активистами. Судя по всему, эти самые активисты изо всех сил пытаются насадить в деревне новую социалистическую жизнь. Один из них предлагает разрушить местную церковь. И это станет последней каплей. Терпение мужиков кончилось. Собравшись на сход, они решили исключить активистов из общины. Причем их исключали на основании очень серьезных обвинений. Имя Рек вступил в партию. Не крестил ребенка. Демонстративно снял иконы и сжег их. Как видите, крестьянский мир пытался защищаться. Этот мир хотел сохранить свои устои и традиции, основу своего существования. Разумеется, активисты действовали не сами по себе. За ними стояла огромная сила советского большевистского режима. И с самого начала этот режим ввел с русским миром многолетнюю затяжную гражданскую войну. Жертвами этой войны стали все слои русского общества, в том числе и крестьянство, основа населения страны. Разгромом крестьянства закончится гражданская война. В 1929 году в ходе так называемого раскулачивания, коллективизации по русской деревне будет нанесен страшный сокрушительный удар. КОНЕЦ Самое любезное дело для деревенского грамотея – это чтение газеты. К чтению он относится основательно, читает все подряд, ничего не пропускает. И охотно участвует в разного рода опросах и дискуссиях. В редакциях газет это учитывают. Диалог с читателем ведется постоянно. Темы выбираются самые, что ни на есть актуальные. Например, в 1924 году газета «Беднота» призывает своих читателей высказываться на тему «Кто такой кулак?» Странно, не правда ли? Зачем это в разгар НЭПа провоцировать классовые конфликты и рознь? Так ведь советская власть без этого не может. Она разделяет, а потому властвует. Она всеми силами пытается расшатать крестьянский мир. Надо сказать, что тогда сделать это уже не сложно. Крепость и единство крестьянского мира уже значительно поколеблены русской смутой начала 20 века. Деревня сама по себе уже не может справиться с многочисленными конфликтами и проблемами. Одна из таких проблем – это вернувшиеся из города в деревню рабочие и отходники. Они вернулись в годы военного коммунизма во время разрухи и голода. Крестьянскую культуру, земледельческие навыки они уже практически утратили. Но зато читают газеты, неспешно покуривают папиросы, ведут с виду серьезные разговоры и ругают буржуев. Буржуи – это их соседи. Это крепкие, работящие мужики. Во время НЭПа они дорвались до работы, работают день и ночь. И добились, как правило, значительных результатов. Этим мужикам, понятное дело, обидно, когда лодыри с папиросами в зубах, в чистых сапогах и рубашках называют их буржуями или кулаками. На этой почве в деревне возникают конфликты. Большевикам это было на руку. Власть открыто поддерживала лодырей и трепачей. Они числились бедняками. Большевики считали их своими главными союзниками и друзьями. Кстати, эти союзники были освобождены от налогов и пользовались многочисленными льготами, в том числе при поступлении в учебные заведения. И кто же, по-вашему, в этой ситуации являлся главным врагом большевиков? Нет, не кулак. С ним разберутся позднее. Главным врагом был сельский священник. В сводках местных партийных органов специально отмечались церковные проповеди, в которых священники призывали крестьян жить мирно и не слушать тех, кто заставлял их враждебно относиться друг к другу. В одной из предыдущих передач мы уже рассказывали о том, какие гонения обрушились на русскую православную церковь в те годы. Я убежден, что этими гонениями власть тоже готовила 29-й год, год великого перелома, так его назвал товарищ Сталин. Вообще в России нужно было многое переломить, чтобы дать последний решительный бой русскому крестьянству, чтобы приступить к раскулачиванию. Я уже не говорю о том, что организатору этого дела, Сталину, нужно было добиться великого перелома внутри партии, в системе власти. У генерального секретаря ЦК ВКПБ, товарища Сталина, в конце 20-х годов не было еще абсолютной власти. Вождем и учителем он станет потом. А пока Сталин еще не может приказывать своим партийным товарищам, ни руководителю правительства Рыкову, ни партийному идеологу Бухарину, и даже руководителю советских профсоюзов Томскому Сталин приказывать не может. Целый год, 1928-й, Сталин будет вести напряженную внутрипартийную борьбу. Бухарин быстро сообразит, чего хочет генеральный секретарь. Политика Сталина ведет к гражданской войне. Предупреждает Бухарин своих единомышленников. Ему придется заливать кровью восстание. Между тем, и об этом нужно сказать прямо, что партийной номенклатуре вовсе не хотелось снова проливать реки крови. Дело это грязное, хлопотное. А номенклатура привыкла к НЭПу. Привыкла к спокойствию и достатку, а потому у защищавшего НЭП Бухарина было немало сторонников. Его поддерживали и в Политбюро, и в ЦК, и во всех звеньях номенклатуры. Хотя, по большей части, это была все-таки молчаливая поддержка. Основные рычаги власти, так называемый аппарат находился в руках Сталина. Ему требовалось только время, чтобы устранить несогласных соответственных постов. В этой тайной закулисной деятельности Иосифу Виссарионовичу не было равных. В ноябре 1928 года защитники НЭПа предприняли одну из последних попыток остановить Сталина. На очередном заседании Политбюро Бухарин, Рыков и Томский в знак протеста подали генсеку заранее написанные заявления об отставке. Говорят, в этот момент Сталин был бледен, и у него тряслись руки. Что ж, подобное развитие событий действительно нарушало его планы, его сценарий. Расправляться с оппозицией должна сама партия, публично, демонстрируя при этом свое единство и сплоченность. И Сталин изо всех сил готовил такую расправу над Бухарином и его компанией. Ее называли правой оппозицией или правым уклоном. Однако в тот момент подготовка такой расправы была не завершена, и Сталин предпочел уступки и компромисс. Конечно, сугубо временный, всего на несколько недель. Те, кто согласились на это, подписали себе смертный приговор. Его приведут в исполнение не скоро, в 38-м. Между тем, судьба Бухарина и его единомышленников решалась именно тогда, в ноябре 28-го. И тогда же решилась окончательно судьба Непа и всего русского крестьянства. Было бы колоссальной ошибкой считать Бухарина и Рыкова защитниками крестьянства. Они не защитники, они большевики-ленинцы. Будучи партийным идеологом, Бухарин писал в 20-е годы о том, что крестьянские массы сами перейдут к социализму. Чрезвычайные меры, классовые конфликты. Этот этап остался в прошлом. Революция закончилась. Теперь рынок и кооперация приведут крестьян к светлому будущему. Рано или поздно крестьянская Россия исчезнет. Процесс перехода займет несколько десятилетий. Вот такова позиция Бухарина и всех правых. А Сталин решил, что процесс перехода нужно срочно ускорить. Он был убежден в том, что длительное сосуществование советской власти, коммунистической идеологии и крестьянского мира невозможно. Следовательно, нужно форсировать коллективизацию. Всех загнать в колхозы. Это верный способ быстро раскрестьянить Россию, уничтожить ее традиционный, бытовой и хозяйственный уклад. Русская натура в самом деле широкая. Мы и храм поставить можем, но и пограбить тоже можем. В России грабежом и разбоем никого не удивишь. И до сих пор не удивишь. Не правда ли? Раскулачивание было грандиозным, всесоюзным грабежом и погромом. Организовать такой погром власти было, в принципе, не сложно. И знаете почему? Почти в каждом крестьянском доме, и в первую очередь в небедном доме, ну, приблизительно таком, как этот. Везде были вещи, добытые хозяином во время грабежа соседней помещичьей усадьбы. Кто прихватил посуду, чашку, ложку, кто взял что-либо из одежды, из мебели, да мало ли что. С этого началась гражданская война в 902-м, 5-м, 17-х годах. Крестьяне грабили помещичьи усадьбы. Мы об этом говорили в самом начале цикла. И закончится гражданская война тоже грабежом. Но уже не дворянских домов, а крестьянских изб были так называемые грабишки. настал черед раскулачивания. Вспоминать об этом трудно и тяжело. Как известно, в доме повешенного не говорят о веревке. И все-таки, все-таки говорить об этом нужно. Иначе так и будем морочить себе голову экономическими предпосылками, мол, стране была нужна индустриализация. Не знаю. я думаю, экономика и грабеж две вещи несовместные. Пока в стране идет в той или иной форме гражданская война, никакой нормальной экономики не может быть в принципе. Тут вот еще какая штука. Если ты хоть раз кого-нибудь ограбил, если позарился на чужое добро, психологически ты уже готов к тому, что грабитель рано или поздно придет в твой дом в 29-м году. И в 30-м, и позднее многие крестьянские семьи терпеливо встречали в своих избах непрошенных гостей. комиссия по раскулачиванию во главе с председателем сельсовета или уполномоченным из района первым делом направлялась в амбар или шла прямо сюда в накрытый двор или в сарай. Однако чего здесь только нет. Хозяйственные орудия, инвентарь, сбруя все это содержалось у хорошего хозяина всегда в полном порядке. А как же иначе? Ведь наживалось это годами, как говорится, своим трудом, своими мозолями. Теперь ретивые комсомольцы без тени смущения станут таскать кулацкие средства производства на улицу и грузить в телеге. Председателю надлежало принимать добро по заранее составленной описи. В этой описи, помимо инвентаря, учтена скотина, коровы, лошади, учтено имущество и постройки. Все без изъятия подлежит конфискации. Имущество раскулаченных будет отправлено на колхозный двор и там поступит в распоряжение создаваемого в деревне колхоза. Разумеется, те, кто раскулачивал, себя не забывали. Тащили все подряд, что только можно. Одежду тащили, всевозможную еду. Крепкие напитки, это уж само собой. Ничего не стоило снять с бесправного то, что приглянулось. Овчины, тулуп, шапку или даже юбку. Раскулаченные в одночасье выселялись из своих ист. Куда им теперь податься с детьми и стариками? Этот вопрос никого не волнует. И не важно, что на улице холодно, мороз. Как известно, основная волна раскулачивания прокатится по деревне зимой 29-30-го годов. едва ли это всего лишь простая случайность. Длинные обозы двигались в тот год на железнодорожные станции. Со всех окрестных деревень свозили семьи раскулаченных. здесь их грузили в эшелоны и отсюда начинался для отверженных путь в изгнание в ссылку. Советская власть назначила для выселения завидные места. В основном это северный край и отдаленные районы Казахстана. Однако эшелоны уходили в неизвестность. Никто ни о чем не знал. не положено. Выселяем им все не положено. Нормальная пища, человеческое жилье, помощь врача. С классовым врагом не церемонятся. Тем более этих врагов становится все больше и больше. Масштабы раскулачивания действительно потрясают. Судя по рассекреченной сводке о ГПУ, только за первую волну раскулачивания выселена полмиллиона человек. Через год еще миллион двести тысяч. А всего за довоенные годы четыре миллиона. Это почти миллион крестьянских семей. А еще были тысячи расстреляны. И десятки тысяч отправленных в лагеря. в лагеря. ТРЕВОЖНАЯ как мало мы до сих пор знаем об этой трагедии. В основном только по документам карательных органов. А там не все прописано. Да и откуда им было знать, что думали раскулаченные мужики под стук колес, когда они ехали в ссылку. Конечно они не могли не сознавать, что их принесли в жертву, что раскулачивание это еще и акции устрашения, чтобы другие пошли в колхоз. Сталин решил уничтожить мелкие христианские хозяйства. Зачем? Он говорит, с ними нельзя идти вперед. Значит, чтобы идти вперед, нужно раскрестьянить Россию и сделать всех рабами. Получается, что с самого начала коммунисты брехали и теперь брешут. В городе и деревне некуда деться от агитаторов. И они и изо дни в день одно и то же, одно и то же о новой жизни, о тракторах и о победах колхозного строя. Этих книг, которые я держу в руках, в колхозных избах-читальнях никогда не было. Здесь читали либо газеты с очередными директивами, либо о призраках коммунизма. Что-нибудь в этом роде. Сочинение замечательного русского писателя Ивана Алексеевича Бунина в этот ряд явно не вписываются. Вот мы сейчас их и почитаем. «Самое время». В 21-м году в Париже Бунин написал короткий рассказ «Косцы». Это рассказ воспоминания о России. Бунин вспомнил летний вечер, березовую рощу и мужиков-косцов, которые работали и удивительно пели. А писатель слушал и на всю жизнь запомнил это пронзительное ощущение полноты жизни, прелести жизни. Прелесть была в том, что все мы были дети своей Родины и были все вместе. И всем нам было хорошо, спокойно и любовно, без ясного понимания своих чувств. И еще в том была уже совсем несознаваемая нами тогда прелесть, что эта Родина, этот наш общий дом была Россия. Таким русский мир был накануне гражданской войны. А теперь мы возьмем другую книгу другого большого русского писателя и посмотрим, какой Россия стала к концу гражданской войны. Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными опустевшими глазами, будто вспоминая забытая или ища укромной доли для угрюмого покоя. Но Родина была ему безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза. Это фрагмент повести Андрея Платонова «Котлован». Здесь написана вся правда о коллективизации и раскулачивании. Платонов был современником этих событий и как художник увидел самое главное разрушенное, угасающее русское сознание, мирочувствие. Отсюда эти страшные слова. Родина была ему безвестной. Ему это, герою повести Елисею, крестьянину, между прочим, русскому крестьянину. Но если Родина безвестна крестьянину, родившемуся прежде года Великого Перелома, что же тогда говорить о нас с вами? Россия теперь безвестна всем нам и жителям городов и деревень, и простым людям, и людям, принимающим важное решение наконец Россия безвестна власти. Ни у кого из нас нет верного и точного представления о собственной стране. И потому нет у нас общего отечества, нет единства, которое несомненно было и о котором писал Бунин. Никакими политическими средствами решить эту проблему невозможно. партии тут не помогут. Тут очень большая культурная задача, духовная задача. Нам еще только предстоит вернуть, возродить разрушенное гражданской войной русское сознание и мирочувствие. Дай Бог, чтобы мы смогли и успели сделать это. разрушение . Корректор